Приступы радикулита забыть невозможно. Каждый, кто сталкивался с острой болью в пояснице, знает, насколько внезапное защемление седалищного нерва может осложнить жизнь. Как избежать этой проблемы и как избавиться от боли в спине быстро и безопасно? Об этом наше видео. Досмотрите до конца и узнаете о простых практичных способах домашнего лечения радикулита. Что такое радикулит? Научное название этого заболевания – ИШАС. Оно возникает при защемлении корешка седалищного нерва на его выходе из спинного мозга. А вот причин такого защемления может быть много. Одна из распространенных – межпозвоночная грыжа. Из-за нее позвонки проседают и придавливают нерв. Помимо сильной боли, это приводит к снижению мышечной чувствительности и возникновению слабости в ногах. В долгосрочной перспективе возможно серьезные нарушения мочевыводящей функции. Однако самая распространенная причина защемления седалищного нерва заключается в воздействии на него костными наростами, которые формируются при развитии остеохондроза позвоночника. В этом случае боль нарастает постепенно, но болезнь также неизбежно прогрессирует и требует лечения. Отдельно стоит сказать о факторах, провоцирующих болезнь. Среди них – инфекции, переохлаждение и сахарный диабет. Как избежать болезни? Главный враг нашего позвоночника – физические перегрузки. Поднятие тяжести, особенно в неудобной позе, когда нагрузка на спину распределяется неравномерно, приводит к различным травмам и микротравмам позвоночника. И если первые заявляют про себя мгновенно, то последствия микротравм могут появиться спустя месяцы и даже годы. Поэтому первое правило – следить за нагрузками и не выполнять непосильную физическую работу. Это же касается и молодых людей, которые увлекаются силовыми видами спорта. Не стоит пытаться ускорять темпы и слишком быстро увеличивать тренировочные нагрузки. Второй враг спины, о котором многие даже не догадываются – это сидячий образ жизни. Это весьма коварный враг, ведь может показаться, что вы сидите в комфортной расслабленной позе. Но на практике позвоночник оказывается в изогнутом положении при постоянной нагрузке на поясницу и к тому же без движения. Поэтому для людей, которым приходится много времени проводить сидя, просто необходимо каждые полчаса-час хотя бы в течение пяти минут прогуливаться по комнате и делать легкую разминку. Эти простейшие действия спасут вас от серьезных проблем с позвоночником. Хотя это может прозвучать удивительно, но питание также влияет на состояние позвоночника. И речь идет не только о поступлениях кальция в организм. Важно обеспечить в рационе достаточное количество продуктов, которые могут снижать или блокировать воспалительные процессы. Одним из таковых является квашеная капуста. Большое содержание молочной кислоты в этом овоще полезно для нормального функционирования позвоночника и спинного мозга, а также кишечника. При этом это продукт дешевый и доступный в течение всего зимнего сезона. Сегодня часто забывают о наследии традиционной медицины. А зря. Ведь наши предки знали, как бороться с болезнями без дорогих лекарств. Подпишитесь на наш канал, здесь мы делимся проверенными рецептами здоровья. Но что же делать, если радикулит уже есть и приступы его регулярно мучают вас? Мы предлагаем два метода, которые хорошо себя зарекомендовали. По отзывам тех, кто пробовал эти народные рецепты лечения радикулита, им удавалось избавиться от приступов, не пичкая свой организм вредными болеутоляющими. Народные рецепты при радикулите Первый рецепт – это компресс, который поможет в короткие сроки снять боль и воспаление седалищного нерва. Для его приготовления вам понадобится корень хрена, картофель и мед. Корень хрена должен быть свежим. Один среднего размера корень и примерно такую же картофелину, очищенную от кожуры, нужно измельчить блендером или пропустить через мясорубку. В получившуюся однородную массу добавьте одну столовую ложку меда и тщательно перемешайте. Смесь необходимо разложить ровным слоем на марлю, сложенную в три ряда. Перед применением чистую спину нужно смазать растительным маслом. Это необходимо для того, чтобы на коже не появился ожог. Затем на поясницу накладывают марлю с лечебной смесью, сверху ее накрывают полиэтиленом и кладут тяжелую теплую подушку. Все время компресса нужно лежать на животе, сидеть и ходить нельзя. В области поясницы будет чувствоваться очень сильное жжение, но благодаря слою масла ожога не будет, только небольшое покраснение. Необходимо держать компресс сколько вы терпите. Такую процедуру делают через день до выздоровления. Еще один полезный рецепт – хвойная ванна. Для этого нужно килограмм побегов сосны заварить в трех литрах кипятка. Дайте отвару немного покипеть, после чего снимите с огня и подождите, пока он остынет до приемлемой температуры. Определяйте ее на ощупь. Отвар не должен сильно сжечь. Процедите его и разведите в обычной ванне в пропорциях 1 к 15. Принимайте такую ванну перед сном и тут же ложитесь в теплую постель. Курс лечения – одна неделя. Эта нехитрая процедура согревает и обезболивает позвоночник, снимая мышечные спазмы и боли. А как вы справляетесь с радикулитом? Поделитесь полезными рецептами в комментариях. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!